Сейчас, когда словарей очень много, влияет ли лексикографическая ситуация на процесс типологизации словарей? И если влияет, то как? Да, безусловно, ситуация очень изменилась у нас с конца 20 века, как минимум, в наше время уже всё сейчас по-иному, большое количество словарей, словари бывают хорошие, бывают не очень, бывают научные, бывают подделки, но несмотря на это у нас огромное количество появилось новых научных, интересных проектов. И вот я, как уже упомянула, вот даже по материалам указанного мной издания, раза в четыре увеличилось общее количество словарей в современную эпоху. И, конечно, когда их уже не 300, а почти 3000, описать, классифицировать такое количество гораздо сложнее. И я бы немножечко остановилась чуть-чуть, прежде чем перейти к буквально ответу на ваш вопрос. Хотела бы сказать, что у нас результат современного лексикографического бума, лексикографической ситуации такой, что он кардинально противоположен предшествующей эпохе. Если у нас до 90-х годов лексикография была абсолютно системна, она была нормативна, она была регулярно упорядочена, словарями занимались только узкие специалисты, высокие профессионалы, словари были госзаказом. И поэтому, даже если у кого-то было желание что-то своё издать или создать, у них просто не было возможности это желание реализовать. Издания лексикографические были авторитетны, может быть, поэтому лексикография у нас была на таком высоком научном уровне, что это создало такой её очень высокий рейтинг, благодаря которому или уже не благодаря, а по причине которого эпоха после 90-х годов изменилась в обратную сторону. То есть авторитет словарного издания позволял людям стараться свои научные концепции или свои ненаучные концепции тоже представить в виде словаря, и они это делали. И повторюсь, если до 90-х годов словарного творчества у нас не было, а был только высокий уровень словарей, то лексикографическое творчество новой эпохи, после перестроечной, оно привело к тому, что мы получили огромное количество сложного, неклассифицируемого, не только в типологическом отношении, в научном отношении материала. И здесь можно выделить несколько тенденций, которые влияют на современную типологию словарей. Я бы таких тенденций выделила пять. Первое — это избыточность словарей одного типа. Например, там дублетные здания появляются, с другой стороны расширяется объект исследования, то есть становится он шире, нежели в предшествующие периоды, или наоборот происходит детализация объекта. И таким образом тип словаря сохраняется тот же, но в то же время объект описания, его может быть уже, шире, и примеры такие я обязательно потом приведу. Вторая тенденция — это появление новых типов словарей. Действительно, это находка, это развитие данной сложной лексикографической ситуации. Это когда действительно, как правило, научные проекты, редко когда учебные, редко когда авторские, инициативные чьи-то, как правило, научные проекты реализуют какую-то особую новую научную концепцию. И тут мы действительно уже иногда вынуждены такой словарь вынести за рамки старой классификации и придумать для него параметр некий новый. Третья тенденция — это смешение разных типов, когда появляется словарь, в котором есть элементы, например, толкового словаря, или элементы синонимического и так далее, и так далее, или словообразовательного. То есть по типологии берётся аспект один, другой, и создаётся новый тип действительно словаря. То есть смешение типов — это третья тенденция. Четвёртая тенденция я бы всё-таки назвала появление неаутентичных изданий, которые трудно куда-либо отнести, но я об этом скажу чуть позже, приводя разные примеры, и думаю, что, наверное, меня можно будет понять, потому что этот аспект нельзя сейчас пройти стороной, поскольку неаутентичных, не научных, не настоящих словарей стало очень много. И пятая тенденция — это появление словарей в интернете или интернет-словарей, тенденция, которая требует совершенно особого разговора, совершенно особого изучения, и в то же время является действительно типологической тенденцией нашего времени. Коротко остановлюсь на каждой из тенденций, которую я сказала. Тенденция первая — это внутритиповая динамика, то есть, как я уже сказала, избыточность словарей одного типа. Избыточность в данном случае безоценочная, я даю это слово, этот термин, потому что здесь есть и плюсы, здесь есть и минусы, и тоже в дальнейшем я это покажу. Мы, например, до 90-х годов имели несколько фундаментальных толковых словарей русского языка, и, в принципе, носителям и ученым и учащимся хватало этих словарей. Я имею в виду, прежде всего, конечно, большой академический словарь 17-томный, малый академический словарь 4-томный, однотомный словарь Ожеговой, а потом Ожеговой-Шведовой, но в 1998 году вышел словарь однотомный под редакцией Кузнецова, который тоже занял определенную нишу в современной лексикографии. Можно было назвать еще словарь под редакцией Лопатиных, который когда-то был дорисован иностранцем, но в наше время совершенно по-другому и выглядит, но, однако, делался на старой базе. И, казалось бы, достаточно, но в то же время, вот в современную эпоху мы имеем, ну, наверное, более 40 толковых словарей разных, не всегда известных авторов, не всегда лингвистов. Тут, например, могу привести словарь Батремеевой, Хачатуряна. Ну, более-менее широко, благодаря интернету, вошел в нашу жизнь словарь Ефремовой, толково-словообразовательный словарь. Хотя, скажу, что пословнику все равно же он ориентирует, он основан на однотомном ожигове и далее. И особых новаций вот в этом словаре собственных нет. Поэтому цена вот таких толковых словарей, которые создаются на базе существующих фундаментальных, академических или просто вот словарей, созданных высококвалифицированными специалистами, словарей, которые основываются на огромных картотеках и делаются много-много десятилетий, то продукты однодневки, одногодки и в рамках толковой лексикографии меня лично вот очень смущают и совершенно не вижу в них никакой практической надобности. Ну, кроме, повторяю, одного, что авторитетная, так сказать, роль словарей как таковых, она позволяет авторам, к сожалению, заниматься, ну, авторам, не специалистам, заниматься изданием. Ну, не скажу, что это плагиат, просто во время современных цифровых компьютерных технологий, конечно, уже легко компилировать, что-то видоизменять и получать новые лексикографические продукты. Поэтому вот в толковой лексикографии я считаю сейчас вот одна из наиболее важных проблем. То есть вот здесь вот такая тип остается словаря, количество словарей увеличивается в разы, и, конечно, это тенденция в лексикографии, но в данном случае не сильно влияющая на типологию. Но еще продолжить от примеров этой же тенденции избыточности, орфографические словари, их тоже было до 90-х годов очень мало. По сути, был только у нас основным орфографический словарь, издаваемый Академией наук, там под редакцией Брахударова, чуть позже Лопатина, и когда-то еще словарь Ушакова орфографический, который переиздавался чуть позже, много десятилетий спустя, но тоже широко востребованные учебные аудитории. И достаточно было почему-то носителей русского языка. Сейчас же их насчитывается около 50 орфографических словарей. Опять же, этот тип словаря вообще уникально, легко делать самому, имея авторитетные словари в интернет-ресурсах. Поэтому тут все словари отличаются только, не всегда даже такие словари имеют автора, что интересно, отличаются количеством слов, где-то больше на 2000, где-то меньше на 2000, и вот таким образом у нас процветает орфографическая лексикография. То же самое у нас тенденция со словарями иностранных слов. До 90-х годов у нас имелось, в принципе, есть ряд профильных словарей, но самым авторитетным был словарь иностранных слов, который с 37-го года издавался, и вот с 8-го издания под редакцией Спиркина, последнее 18-е издание вышло в 1989 году. И на современном этапе бесконечный нос словарей иностранных слов, из которых, конечно, есть наиболее авторитетные, например, словарь Леонида Петровича Крысина, словарь Нечаевой, Захаренко и так далее, но и огромное количество словарей, не сильно известных авторов, не лингвистов, вот вопрос, нужны такие или нет. Но хотя бывают словарь иностранных слов и выражений, разные там небольшие видоизменные названия, опять-таки видоизмене в количестве слов, вряд ли самостоятельное толкование у этих словарей, потому что если бы авторы это делали самостоятельно, то это бы заняло у них очень-очень много лет. Особая тенденция в рамках одной типологии представляют словари жаргонов. Это совершенно уникальный объект современного времени, потому что если до 90-х годов, но я это исследование проводила в своё время целенаправленно, было опубликовано с середины XIX века 37 словарей, то с 90-х годов XX века по началу 2000 года, даже ещё не под данный период, их стало более 100. На данный момент времени предполагаю, что ещё больше, потому что уже и социальные диалекты отдельно описываются, профессиональная лексика отдельно, и тоже входящие словари жаргонов. То есть в разы вырос данный тип словаря в количественном отношении. Это я приводила примеры словарей, тип которых остался старым, но количество которых увеличилось в разы, и вопрос, может быть, для нас самих, влияет ли это на типологию или нет. Наверное, нет. Но всё равно в дальнейшем количество, конечно, как-то повлияет на качество, и может быть, это будет серьёзным и теоретическим вопросом тоже, где критерий отнесения словаря, вот уже граница подлинности, аутентичности, научности к тому или иному типу. И приведу несколько примеров того, как в рамках одного типа расширяется или сужается объект описания. Вот, например, ряд словарей под редакцией Галины Николаевны Скляревской. Вот толковый словарь русского языка конца XX века и ещё два новых издания начала XXI века. Языковые изменения. С одной стороны, это обычный толковый словарь, который описывает систему русского языка в её динамике только, но в узкий период времени, вот именно в 90-е годы и начало XX века. То есть типология – толковый словарь. Динамический параметр вносится. Это одновременно и исторический словарь, скорее всего, и в то же время это расширение типа толкового словаря, потому что, ещё раз, немножко разные задачи у исторического словаря, как исторического, и у данного, который совмещает свойства и толкового, и динамического словаря. Не могу не отметить такие словари, как словарь перестройки или словарь языка савдепи, вот Валерия Михайловича Макиенко и Татьяна Григорьевна Никитиной, потому что это также толковые словари, но узкого исторического периода. И опять-таки, с одной стороны, это исторический словарь, то есть по типологии может быть туда отнесён, но ввиду того, что автор не ставит задачи изменения в диахронии, а только фиксацию слов, словников в данный период времени, то все свойства этих словарей толковых словарей, обычных, просто в узкий период времени. Поэтому можно говорить о сужении объекта толкового словаря до какого-то узкого отдельного сегмента временного периода. Словарь православной церковной культуры, опять же, Галина Николаевна Склавевская, то есть, естественно, это обычный тематический лексический словарь и в то же время аспект, который совершенно не был отражён ещё в предшествующий период. То есть это тоже обычный толковый словарь, но уже определённого типа лексики. Уже упоминала коротко словарь фермонимов, новейшие названия предприятий. То есть, с одной стороны, это обычный намастикон, только уже более, так сказать, современный по объекту описания. Меняется немножко объект фразеологических словарей. Появилось огромное количество крылатых выражений отечественного кино, то есть расширение объекта, так сказать, идёт за пределы чистых фразеологизмов, антипословицы русского народа, Харри Вальтер и Валерий Михайлович Макиенко и так далее. То есть примеры, с одной стороны, существующих типов, с другой стороны, немножечко меняющих и расширяющих объект старого прежнего описания. Сужающие объекты, например, большой толковый славорусский глаголов или толковый славорусский существительных, издаваемых в серии словарей XXI века. То есть толковый словарь, но опять-таки уже сегментов определённых, уже грамматических, хотя опять-таки по содержанию, по внешнему виду самый традиционный толковый словарь. Таким образом, тенденция первая, она действительно очень, с одной стороны, простая, потому что заключается всего лишь в количественной тенденции того, что происходит. С другой стороны, в рамках отдельных типов начинают происходить некоторые изменения, причём это ещё не смешение типов, это только изменение объекта в более широкую или в более узкую сторону. Вторая тенденция, наиболее интересная, повторюсь, на современном историческом этапе, это появление словарей нового типа, то есть которые не вписываются в старые типологии, или в том числе в типологию, о которой я говорила, типологию, предложенную реалистом русский язык. Как правило, это уже сугубо научные словари, и рассчитаны они не на широкую аудиторию, а, как правило, на специалистов. Здесь, конечно, в качестве примеров приведу словарь структурных слов русского языка под редакцией Марковкина, новый объяснительный словарь синонимов русского языка под редакцией Юрия Дизниковича Апрессиана, потому что словарь, казалось бы, самый традиционный по названию и по объекту, однако степень семантической детализации, когда одно слово занимает 30, 40 или 50 страниц мелким-мелким шрифтом, это, конечно, беспрецедентный научный опыт и очень интересный семантический словарь. Русский семантический словарь под редакцией Натальи Юрьевны Шведовой. Не могу не остановиться на уникальном словаре, который уже, казалось бы, в наше время ничего не может нас удивить, но выход этого словаря был научным событием. Словарь подготовлен группой ученых Томского университета. Это полный словарь диалектно-языковой личности. То есть у нас есть словари языковых личностей, языкописателей, которые условно мы считаем словарем языковой личности, но великих людей, творчество которых вошло в сокровищницу нашей литературы, нашего языка. Здесь же интересен словарь тем, что это и словарь только одного человека, это и диалектный полный словарь, это и полный словарь именно лексикона уже одного человека, независимо от того, что это диалектная личность. То есть сочетание всех этих параметров и многотомность этого словаря действительно сделала вот такой словарь. Не скажу, что это тип, а просто такой словарь уникальным событием, но, безусловно, это расширяет типологию, и наша дальнейшая задача думать, куда такой, в какую тип словаря, в какую рубрику типологии может быть отнесён. Активный словарь русского языка, проспект которого вышел, тоже в институте русского языка, и работа, на которую ведется под редакцией Апрессиана, тоже уникальный сейчас научный продукт. Конечно, это тоже форма толкового словаря, но метаязык словаря совершенно особенный, словарь функционального, активного типа, и, конечно, он требует определённой новой зоны в типологии словарей. Ну, вот, например, словарь Быкова, лакуны русского языка и так далее. Не могу не отметить, что появились словари, которых раньше и не было. Это синтактические словари русского языка, это, например, словарь Золотова, словарь под редакцией Сакмара Георгиевна Ильенко и так далее. То есть словарей таких сейчас стало много, и они интересны тем, что объект описания вышел за рамки лексики, а выходит на уровень сочетаемости. Это все словосочетания и фрагментов предложений, сложных предложений. У нас появились, хотя частично, наверное, существовали и раньше, но теперь массово комплексные словари. Появились словари рифм, появились стилистические словари и так далее. То есть, конечно, сейчас интересно в плане развития лексикографии словарей и типологии, но в то же время эти словари требуют дальнейшего решения или постановки проблемы новой типологии, потому что, я повторюсь, таких типов еще в старых типологиях не существовало. Третьей тенденцией я назвала бы смешение разных типов словарей. Мы имеем сейчас множество новых словарей, которые нельзя однозначно отнести к одному только типу. Если у нас раньше были, например, фразеологические словари или диалектные словари, то сейчас появилось несколько фразеологических словарей того или иного диалекта или всех диалектов русских в совокупности. К такому типу словарей смешанных можно отнести, например, мотивационный словарь сибирского говора, но иначе говоря, словообразовательный на самом деле словарь, большой толковый словарь, автором которым является Скворцов, но однако подзаголовок правильной русской речи совершенно переводит нас, так сказать, к новому объекту, а именно к ортологическим словарям, орфографическим, нормативным словарям, рекомендующих то или иное употребление слова. То есть там на стыке уже и словарь трудностей, и орфографический, ортологический и так далее словарь. Например, словарь этимологический Глинкиной, но этимологический словарь описания трудных, объяснения трудных орфограмм. То есть это орфографический словарь, но с элементами этимологического словаря. То есть с одной стороны совершенно закономерно появление такого словаря с научной точки зрения, с другой стороны действительно это делается в нашей лингвистике впервые. У нас этимологические словари отдельного Говора, групп Говоров теперь есть. Есть словарь эпитетов Ивана Бунина, а не просто языка писателя, как чаще всего мы привыкли видеть на полках. Частотные словари какого-то одного произведения и так далее, и так далее. То есть мы действительно сейчас переживаем вот такой творчество одновременно и бум, и хаос, и ренессанс лексикографический, потому что вот в этой кузнице, скажем так, немножко конъюнктурного направления, которым сейчас является лексикография, действительно в этой кузнице формируются и уникальные, новые лексикографические продукты. Вот это очень интересно. Четвертая тенденция – это больше, наверное, такой рабочий момент, о котором я хотела бы сказать. Это появление абсолютно неаутентичных изданий, которые в корне меняют для незнающих людей отнесённых к тому или иному типу словаря. И вот приведу несколько примеров, потому что, ещё раз, это не столько проблема научная, сколько проблема, конечно же, коммерческая и издательская, но, безусловно, влияющая на современную типологию, но в данном случае со знаком «минус». Ну вот классический хрестоматийный пример – это современные переиздания словаря «Даля». Это бывает однотомный, бывает иллюстрированный, бывает мини, бывает краткий. То есть многотомный толковый словарь, который мы типологически всегда относим к определённой ниже толковых словарей, сейчас становится и иллюстрированным, и учебным, и детским, и маленьким. И поэтому его, причём это не «Даль», мы знаем, а это, повторюсь, какие-то авторские продукты какого-то отдельного издательства, но, однако, вот такого рода экспансия, конечно, очень сильно вредит научной типологии. Вот тоже хотела бы привести в пример однотомный словарь Ушакова, совершенно с непонятным количеством слов, который называется «Большой толковый словарь современного русского языка», да, вот издан в 1996 году, совершенно, да, причём он включает 180 тысяч слов, когда исходное четырёхтомное издание 85 только тысяч включает и так далее. То есть, опять-таки, «Большой толковый словарь современного русского языка» с таким названием должен занять определённое место в толковых словарях, поскольку они действительно у нас исторически тоже менялись, однако однотомный словарь с таким названием совершенно попадает в другой подтип данного типа, и это уже неправильно, поскольку это и ненаучно. Также у нас известный словарь, который я уже упоминала под редакцией Кузнецова, переизден совсем недавно с новым подзаголовком «Новейший большой толковый словарь», при том, что там не изменилась ни одна буковка в словаре и даже весь текст предшествующего издания. Однако «Новейший большой толковый словарь» опять-таки входит в рамку уже исторических словарей, скорее всего, толковых, и опять-таки типологически это неправильно, потому что это ненаучный подход, однако вот мы вынуждены в классификациях эти вещи как-то компромиссно всё-таки учитывать. Ну и так далее. Примеров очень, наверное, много, но тенденции, я думаю, в принципе, понятны, о которых я говорила. И теперь последняя тенденция, которая, повторюсь, совершенно особая, уникальная и требует отдельного разговора, это, конечно, интернет-словари и словари в интернете. То есть это разные совершенно вещи, скорее всего, потому что вот тоже я тут попробовала систематизировать, до трёх тенденций внутри данных получилось у меня, получилась такая возможность выделить. Первое – это в электронном виде мы теперь можем наблюдать словари, которые аналог имеют в бумажном виде. Это самая простая, самая авторитетная форма, и здесь действительно это иная форма существования обычного бумажного текста. Вторая группа интернет-словари – это словари, созданные в интернете и существующие только в интернете, и формат которых возможен только просмотр, которых онлайн возможен. Ну, тоже это можно называть их достаточно много, там нужно по сайтам, тем более у меня тоже отдельные материалы по этому поводу, когда-то были собраны. Этот материал интересный. И онлайн-словари, словари комбинированного типа, когда можно использовать онлайн-поиск по любому слову, а в базе заложены фундаментальные словари, существующие, бумажный эквивалент и так далее. То есть тут как бы три таких формы. Может быть, если есть специальные исследования по этому поводу, они более дифференцированы, но как отдельную тенденцию, я думаю, коротко, наверное, вот это достаточно для характеристики показать было. Таким образом, современная лексикографическая ситуация, безусловно, влияет на типологию современную, на ее изменения, на ее динамику. И, наверное, самым актуальным следующим вопросом, уже нового этапа теории лексикографии будет создание новой или обновленной типологии, которая будет учитывать эти тенденции. Потому что, повторюсь, три тысячи словарей в старые рамки прокрустного ложа, прошлой эпохи нашей лексикографии уже уложить, конечно, трудно. Марина Николаевна, большое вам спасибо за интересный, насыщенный информацией рассказ о словарях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова